Всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня я вам предлагаю вместе со мной задекорировать, украсить свой дом к Пасхе и заодно навести порядок. Таким бы мой дом не видели никогда. Готовы? Вот и фронт работы. Ликвидация беспорядка, который я тут устроила. Видите, я тоже могу наводить бардак, еще го-го какой. Собираю все цветы, все, что мне потребовалось для создания декора. Я сортирую цветы именно на цветы, вот такие яркие, красивые и просто на зелень, которую я добавляю для массы. Продолжаю все сортировать, яйца, пушок. Какой-то перышки, зелень, да, типа мха или лыка вот эта вот чесаная. Я все сортирую это по разным контейнерам, чтобы однотипные вещи хранились вместе. Так потом проще что-то находить, когда тебе нужны какие-то элементы декора. Ну, наконец-то я разделалась со всеми этими цветочками прекрасными и приступаю к уборке. Убирать я буду диван, сейчас его весь пропылесошу и протру влажной микрофибровой тряпочкой. Сегодня я использую новый пылесос. Xiaomi мне прислали очередной новый пылесос. Это тоже Xiaomi Dream, но более мощный. У него большее количество насадок, но он безусловно такой же классный, как и предыдущие модели. Единственное в них отличие это емкость аккумулятора. Ну и, соответственно, эта модель более дорогая. Девочки, ссылку на этот пылесос я вам оставлю в описании под видео. Там же вы сможете почитать более подробные технические характеристики касаемо этого пылесоса, если вам интересно. Протираю пыль. Ну, а теперь первый элемент декора. Будем декорировать вот такой веночек. Этот венок я еще покупала на Новый год, но руки Таши только сейчас. Смотрите, вот таким образом я всегда примеряю. Прежде чем что-то делать, я всегда примеряю. Использую вот такие декоративные яички. Использую хлопок крашеный. В такие композиции у меня хорошо идут цветочки, которые на первый взгляд очень невзрачные. Может быть яркие, кричащие цвета, но в композициях они смотрятся достойно. Также я буду использовать веточки вербы и пух, перышки. Первым делом крепим зелень. Это будет наша основа. Я стараюсь крепить, что могу. Вот знаете, просто как-то на проволочку крепить. Или вот здесь возможность есть, можно вот эту зелень как-то подвернуть под веточки. Крайне редко что-то фиксирую на горячий колеевой пистолет, потому что я люблю использовать разный декор. Мне не нравится из года в год использовать одно и то же. Поэтому мне нравятся вариации, когда все это легко разбирается. И, в общем-то, вещи не повреждаются. Легким движением руки все вот эти вот маленькие декоративные элементы приклеиваем. Приклеиваем и все. Веночек начинает играть. Все эти вещи, они на самом деле многофункциональные и разноплановые абсолютно. Этот венок, он может быть абсолютно все сезонным. Так же, как и зелень. Цветы. Вот именно цветы, да, какие тут, например, как вот здесь вот яйца, да, они задают акцент на Пасху, да. Можно было использовать, например, тыковки. Это был такой осенний декор, да, там шишки, желуди, что-то такое. Поэтому главные, девочки, здесь наша фантазия. И вот такой вот веночек. Очень нежный, пушистый, мягкий получился. Я довольна результатом. И как-то вот этот венок получился сам собой. Я как-то особо долго с ним вот не сидела, не возилась. Быстро он у меня получился. Возвращая на место подушки, пледы, и вот я поняла, что хочется мне добавить в цветовую гамму что-то такое, может быть, зеленое, желтое еще, какие-то акценты в текстиле. Вот, наверное, я отправлюсь на онлайн-шоппинг, потому что обычный шоппинг, не знаю, когда у нас случится, и подберу что-нибудь интересное, новенькое из текстиля. Продолжение следует... Продолжение следует... Часто меня спрашиваете, чем я мою полы. Очень вам нравится, как блестит вот этот вот паркет после полы помоя. Делайте скриншот. Вот такое вот средство. Умеет очень приятный запах. Хорошо моет полы, не оставляет разводов. Я вот сама заказывала на Зон. Но это средство продается и в обычных магазинах. Типа Ашан, Метро, а насчет ленты не знаю, вот. Ну и онлайн можно его с легкостью купить. Прежде чем убрать гладильную систему в цоколе, весь декор, пару слов, как и где я храню. Покажу вам. Храню в обычных контейнерах. Разного они у меня есть. Размеры, формы. Я здесь храню вот эти вот яички, такие декоративные гнездышки. Хочу обратить ваше внимание, девочки, я никогда не покупаю такой декор в обычных магазинах, которые к сезону, да, выставляют какую-то коллекцию. Или в цветочных магазинах. Я все это покупаю на оптовой розничного база. Я думаю, наверное, такие базы существуют в каждом городе для флористов и так далее. Вот такой вот у меня контейнер. И вот самый большой. Цветы, которые я использую в декоре, храню просто вот в таких вот горшочках. У меня есть горшочек именно с цветами разными и горшочек с зеленушкой. И вот такой еще один контейнер. Там хранятся такие крупногабаритные вещи. Все это у меня хранится в цоколе в нашей кладовой. И яйца вот эти декоративные, пасхальные, они чаще всего продаются вот на такой вот либо бамбуковой шпажке, либо металлической. Редко они идут просто в наборах. И поэтому я каждый раз просто их освобождаю от этой шпажки. Она очень легко снимается. И использую уже для декора. Если же вы хотите декорировать как-то яйца вот эти, например, в вазе, то вот эту шпажку, естественно, оставляем и декорируем. Вот так очень удобно. Очередь коммода. Я его также люблю использовать для того, чтобы расставлять здесь какой-то сезонный декор. Ну, во-первых, мне нужно убрать все с комода, потому что вы видите здесь просто скопление вещей абсолютно разных. И детских, и взрослых, и того, что нужно выкинуть, и что разложить по местам. Ну, и, конечно же, мне нужно снять, наконец-то, нашу гирлянду, которая висит еще с дня рождения Софики. Протру сейчас пыль и приступим к декорированию. Начнем мы вот с такой вот двухъярусной этажерки. Для ее декора я буду использовать кружку с цветами, подсвечник из фикс прайса, птичку, декоративные яйца, цветочки, хлопок и вот такого симпатичного зайка. Что мы делаем? Первым делом мы расставляем какие-то крупные акценты. У меня это будет подсвечник и будет кружка. На подсвечник я свела такое гнездышко для птички. И устанавливаю цветы, тоже крупные элементы. Мне хотелось добиться, знаете, такого эффекта, скажем так, цветочного водопада. Видите? Поэтому веточку зеленью я загнула. Они все идут на такой достаточно твердой металлической основе. Я ее загнула и получился у меня такой вот ниспадающий эффект. Пустые места я заполняю небольшими цветами, хлопком, яйцами, зелеными веточками. Все это регулирую. Смотрю, да, сама, как мне больше нравится. Где-то больше хочется добавить цвета, где-то больше хочется добавить, наоборот, зелени. И так как все-таки тематика у нас пасхальная, добавляем пасхальные яйца. Но этот декор, да, он может абсолютно спокойно перекочевать в лето, да. И вместо, например, пасхальных яичек здесь можно разместить декоративные или настоящие лимоны, лаймы. Что-то такое яркое, сочное, в соответствующей летней тематике. Вот такая композиция у меня получилась. Не обращайте внимания, на заднем фоне еще бардак. Просто я разделяла видео на уборку и на подготовку декора. На самом деле эта композиция далась мне тяжелее всего. Как обыграть эту этажерку так, чтобы мне нравилось. И, в общем, вот, наконец-то результат. Такой, который меня устраивает на 100%, это просто изобилие цветов. Вот водопад из цветов, по-другому не могу сказать. Мне очень нравится. И мне кажется, получилось нежно, воздушно. Я довольна. Надеюсь, вам понравилось. Мне показалось как-то пустовато. Я решила добавить в вазочку с зайчиками. Вазу я дополнила веточкой гортензии. И добавила немножко зелени и желтого и фиолетового цвета, чтобы гамму поддерживать. А сейчас я вам покажу, как такие обычные подсвечники я превратила в такие нежные весенние. Мне потребуется проволока, ну и, соответственно, цветочки, при помощи которых мы будем создавать веночек. Вот смотрите, берем проволоку, накладываем цветочек. Вот так вот обворачиваем кончик, закрепляем. Дальше кладем цветок, опять обворачиваем кончик, и все. У нас получается такой венок. Здесь там не нужно ничего не приклеивать, не как-то фиксировать. Все это сделано, можно сказать, на коленке. Но, тем не менее, мне кажется, выглядит очень достойно. Я перемещаюсь за наш обеденный стол, за нашу обеденную зону. И на этом весь декор касательно Пасхи заканчивается. То есть я еще только задекорирую вот этот стол. Я не украшаю каждый уголочек с нашего дома. Вот у нас есть журнальный столик, есть комод, есть, конечно же, кухонный стол, на котором будут настоять куличи, яйца, которые мы красиво, да, оформим к Пасхе, и все. Стол я протираю, ну, конечно же, как можно ставить декор на грязный стол. Помою стол, помою под столом и пропылесошу. Вы видите на полу крошки, благо есть вот такой вот мобильный пылесос, который позволяет локально точно бороться со всякими крошками и загрязнениями. Я раскладываю салфетки, они у меня прошло год, и языки очень мне нравятся, такая у них ненавязчивая, приятная цветовая гамма. Расставляю букеты с живыми цветами и корзинки, которые тоже приготовила сама, и веночек, мне кажется, он отлично вписывается. Показываю вам, как я декорирую корзинки. Эти корзинки я не покупала специально, они остались от букетов. И я приклеиваю чесаная лыка, видите, да, такую основу создаю. И дальше декорирую листочками, цветочками, перышками. Все, что у меня есть в ассортименте, то использую. Включаем фантазию и декорируем. И вот, что у меня в итоге получилось. Убрала я тут яркий аляпистый цветок, заменила на хлопок. Вот такие две очаровательные корзинки. В одной у меня будут лежать на спасху яички, да, крашеные. В другой я, может быть, размещу кулич, или также, может быть, буду использовать под яйца, не знаю. Но, мне кажется, получилось весьма красиво, нежно. У меня дочкам очень понравились. Они сказали, мама, мы забираем эти корзинки, они очень красивые. Вот, смотрите, как с яйцами прекрасно смотрится. Достаточно даже сделать такую корзинку, и у вас уже появится такое праздничное, пасхальное настроение. Следующая моя композиция будет настенная. Для ее изготовления мне потребуется вот такой вот веночек. У меня этот венок из Икея, но подойдут самые обычные пяльца, бюджетные. И просто берите такого большого размера. Может быть, они у вас и есть. И смотрите, я буду использовать свою заготовку прошлогоднюю. Кому интересно, подробный мастер-класс, как я и делаю, я оставлю вам ссылочку на свой прошлогодний пасхальный декор. Вот такая у меня заготовка осталась. Она вся склеена на горячий пистолет. Вот, поэтому не разбирала никак. И я ее вот таким образом сейчас при помощи проволоки приделаю на вот этот вот веночек, и будет он у меня такой настенный декор. Сейчас расскажу быстренько здесь, что я использую. Себестоимость вот такой композиции, мне кажется, ну от силы рублей стоп. Наверное, меньше даже будет. Берем вот такую зеленушку. Она у нас будет основой, две зеленушки. Видите, вот эти вот лучи. Это основы наши. И дальше точечно какие-то цветочки, вот такие шишечки. Вот они, все эти цветы я покупаю в Азалии Декор. Стоят там большие пучки. Смотрите, вот такой пучок этих шишек стоит 120 рублей. Ну, плюс вот такая зеленушка. Она тоже где-то идет по две штуки, тоже где-то порядка 100 рублей. Ну, понятно, что вы все это не расходуете на одну композицию, поэтому себестоимость получается бюджетной. Перышки вот эти вообще там из подушек у меня, которые декоративные на диване бывают, выпадают. Перышки не выбрасываем, все используем, все идет, в общем-то, в дело. Так что, девчонки, главное, включаем фантазию и делаем такие красивые заготовки. У меня есть остатки вот от такого хлопка. Я кончики эти отрезаю, потому что такие длинные концы мне не нужны. Все, сейчас проволоку на две части разрежу и привяжу к этому веночку. Вообще весь декор у меня, знаете, многофункциональный. Нет такого, что чисто на Новый год или там чисто для весны. Все идет в дело, главное включить фантазию. Ну, а здесь я просто две вазы. Это вазы, очень бюджетные, из икеи, кажется, они стоят 69 рублей, наполняя живыми цветами. Все равно в живых цветах своя магия. Я жду, не дождусь уже начала летнего сезона, когда у нас появятся свои цветы, распустятся свои розочки, чтобы постоянно в доме были живые цветы, живые розы. Живые цветы настолько освежают интерьер, мне они очень нравятся. Ну, а сейчас я готова с вами поделиться финальной картинкой, как выглядит наш дом, украшенный к Пасхе. Делитесь в комментариях вашим мнением, нравится вам, не нравится. Будете ли вы что-то тоже пытаться воплотить похожее в жизнь, будете ли вы украшать свой дом к Пасхе. Вообще, нужны ли вам такие видео, стоит ли мне в дальнейшем делиться какими-то подобными вещами, да, такими диайваями. Но в любом случае, я, если честно, получила сама огромнейшее удовольствие и от съемки, и от процесса. Мне нравится творить, делать что-то своими руками, конечно же, делиться этим с вами, получать от вас обратную связь. Девочки, на сегодня я буду свое видео заканчивать. Если оно вам понравилось, обязательно поддержите меня лайком, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем подобного плана видео. Я всегда для вас стараюсь, снимаюсь с большой любовью. На этом все, всем пока-пока!